Часто почка виновата в том, что произошел инсульт. Кроме всего прочего, снижается слух, тут же появляются грибковые инфекции, тут же начинается склонность к воспалению. Ну и когда здороваешься с человеком, который страдает почками, у них одна общая особенность – начинает постоянно замерзать, потому что идет испарение, охлаждение тела. Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы попросили оставить ваши комментарии для разбора того, чтобы вы хотели узнать о своем организме или о проблемах, которые возникают в вашем организме, и как бы их решить. Ну и тем, кто видит меня сейчас, может быть, даже первый раз, и первый раз слышит о висцеральных практиках. Нужно сказать, что висцеральные практики – это когда специалист работает с внутренними органами, продавливая, смещая, сдвигая, убирая спазмы, восстанавливая микроциркуляцию и кровообращение. И за счет такой работы, за счет того, что улучшается микроциркуляция и кровообращение, нормализуется работа внутреннего органа. Ну и нужно учесть, что в целом организм входит, так сказать, в свою синхронизацию, можно так назвать, потому что все органы пульсируют, все органы как бы не самостоятельно работают, но в комплексе работают. Каждый орган не бывает такого, что независим один орган, независим от другого. У нас все в нашем теле настолько во взаимосвязи, настолько в рефлексиях, что сколько ты работаешь, сколько ты изучаешь все это составляющие, ты удивляешься тому, что действительно, насколько наше тело уникальное и неповторимое. И сегодня мы поговорим о почках, о проблемах, с которыми нам приходится сталкиваться и, в общем-то, помогать в выздоровлении пациентов, которые к нам приходят. Ну и давайте, так сказать, остановимся на таком явлении, как почечные проблемы. За сутки примерно наши почки выделяют полтора литра мочи. Ну и нужно сказать, что за минуту одна четвертая часть крови проходит через почки, где, естественно, почки проводят какие-то регуляторные функции в крови. Мочевой пузырь собирает мочу, которую почки формируют, или так называемая вторичная моча, которая формируется в результате очищения крови. Так вот, в этой вторичной моче соли, щебелевые кислоты, молочные, кетоновые тела, мочевая кислота, то есть много всего того, что организм должен выбросить. Все в основном это кислоты, токсичные кислоты, которые формируют у нас усталостный фон в нашем организме. И формируют, или не они формируют, а это как продукты выделения, по которым можно уже оценивать работу и других органов, в том числе, может быть, даже в какой-то степени печени, ну и в том числе самих почек. Заряд эритроцитов поддерживается в крови тоже почками. И почки обладают такой вот регуляторной функцией. Они регулируют буферную систему крови, PH в пределах 7,36-7,46. И если буферная система выходит за рамки вот этого коридора жизненного, то с человеком что-то происходит. Интерес к правой почке, он заключается в том, что правая почка регулирует газовый обмен. Она поддерживает уровень углекислоты в крови. И если этот уровень начинает по каким-то причинам снижаться, то тогда орган начинает страдать. То есть плохо усваивается кислород. Но, естественно, это приводит к тому, что организм развивается так своеобразный синдром хронической усталости. Кроме всего прочего, почка правая, она несколько ниже, чем левая. И у правой почки чаще наблюдается тенденция к опущению. Ну и кроме всего прочего, правая почка, так природа нас устроила, что она за сутки подталкивает 6-7 раз желчный пузырь к порожнению. Если взять функцию левой почки, левая почка тоже интересна по-своему. Она регулирует кальциевый обмен, она регулирует буферную систему крови. То есть, как это понять? Она поддерживает уровень PH крови в нормальном состоянии. То есть она в пределе держит 7,36-7,46. Ну, идеальный вариант – это 7,41. И в этом случае эритроциты не слипаются. Кровь движется, перемещается, легко проникает в капилляры. Ну вот. И нужно отметить, что левая почка косвенно управляет сердцем. Конечно, здесь учитывается, можно говорить о нейрогуморальных связях, но это, наверное, для слушателей не так, в общем-то, не очень-то интересно. А вот правая почка, она практически-то регулирует, если левое сердце, то правое регулирует легкие. И если что-то происходит с нашими почками, то здесь самое интересное, что происходит с почками, ведь все органы пульсируют. И когда приходится просматривать пульс левой и правой почки, есть такая тема для исследования, когда на руке есть определенные участки, где можно послушать и левую, и правую почку. Так вот, если пульс левой и правой почки различен, то этот пульс нам указывает на то, что функция почек одна отстает, а другая опережает работу. Ну и, конечно, когда оперирует человека, то почка в какой-то степени компенсирует отсутствующую почку. Но, конечно, все равно полностью ее компенсация не происходит. И поэтому, конечно, наша задача таких пациентов, которые обращаются к нам за помощью, подсказать, что нужно делать для того, чтобы улучшить обмен почки, и которая взяла на себя нагрузку, ну и улучшить качество жизни человека. То есть, иногда, рассматривая пациента, мы рассматриваем лицо. И вот переорбитальная область глаз, она как бы принадлежит нашим почкам. Тут же есть представительство мочеточника и представительство мочевого пузыря на нашем лице. При снижении функции правой почки, как пример, то мы наблюдаем экзофтальм, когда на правый глаз начинает как бы выделяться, выходить. При снижении функции правой почки начинает страдать и правое ухо, плотность ушной раковины увеличивается, возрастает. Ну вот, кроме всего прочего, снижается слух. Это, опять же, связано с тем, что в почке, почка и ткань барабанной перепонки имеется так называемая рефлекторная связь, рефлексия. Ну вот, и поэтому, когда снижается работа почки, то барабанная перепонка становится более жесткой, человек хуже слышит. Ну, а в некоторых случаях даже появляется и серовыделение. Это для того, чтобы сохранить, защитить барабанную перепонку. Нас природа так создала, что ухо защищается вот таким вот образом. Потому что, как только кровообращение самой барабанной перепонки снижается, тут же появляются грибковые инфекции, тут же начинается склонность к воспалению. И вот тогда наше ухо воспаляется. И чтобы этого не было, организм организует серовыделение, закрывая эту барабанную перепонку. Со стороны, собственно, шеи тоже возникает напряжение. Напряжение мышц. Мышцы становятся более плотными. И при исследовании шейного отдела, особенно вот боковых поверхностей, мы находим вдруг у пациента боль. А чем же объясняется эта боль во время поддавливания шейного отдела? Ущемлением нервных волокон. Нервные волокна, которые проходят через мышцы, которые управляют кровоснабжением глаза, предположим, нижней челюсти, кровоснабжением нижней и верхней челюсти, обоняние. И опять же, слуховой аппарат, то есть ухо, память наша, мозговое кровообращение. Это все шея. И самую основную роль, нагрузку несет на себя именно шейный отдел. И часто почка виновата в том, что произошел инсульт. Как это понять? Мышцы напрягаются, ущемляются нервные волокна, а импульс проходит по оболочке нервного волокна, импульс перестает проходить, сосуды схлапываются, и, естественно, происходит инсульт. Ну, и, естественно, мы-то часто, пациенты к нам приходят, которые принимают различные препараты от давления, но здесь нужно представлять себе такую картину интересную, что если с вами, если представьте, ущемляется шея, ущемляются нервные волокна, то сосуды, просветы сосудов уменьшаются за счет того, что нервное волокно не доносит импульсы. И тогда поднимается давление, чтобы пробить это схлопнувшуюся волокно. Но мы же этого не понимаем. Наша задача – это побороться с давлением, и мы принимаем таблетку от давления. Давление снижается. К чему это приводит? К тому, что сосуд, кровь не поступает в этот сосуд, которое должно было прокачаться давлением. Ну, и в результате происходит инсульт. И если мы с вами возьмем статистику, то из 10 инсультов, 8 инсультов, или будем говорить 7-8 инсультов, оно связано с шейным отделом. А проще с почками. Напряжение, которое создается, ущемляет, и в результате происходит вот такая, можно сказать, трагедия. У кого-то микротрагедия, у кого-то действительно большая трагедия. Естественно, когда возникает проблема с почками, то возникает напряжение не только на шее, но и в грудном отделе, в поясничном отделе. Кожа у пациента становится влажная, пациент начинает постоянно замерзать, потому что идет испарение, охлаждение тела. Ну, и когда здороваешься с человеком, который страдает почками, у них одна общая особенность – рука всегда влажная. Всегда влажная, так как, если это мужчина, то, естественно, существует между самой почкой и пристательной железой рефлексия, и вот почка, как только функция почки начинает страдать, то возникает неадекватность кровообращения самой простаты. Простата плохо кровоснабжаемая, и это приводит к тому, что она становится объектом, мишенью для всех вирусов, которые проживают в нашем теле. Представьте, в нашем кишечнике около пяти килограмм только одних бактерий. Пять килограмм. Бактерии, а там это бактерии, вирусы, грибки. Ну, естественно, они сразу находят то место, где снижен кровоток. И, естественно, формирование, скажем, в простате проблемы, оно сопровождается тем, что туда приходят вирусные инфекции или грибковые инфекции. Клетка фаршируется вирусами, она начинает увеличиваться в объеме – одна, вторая, сотая, тысячная. И в результате возникает так называемая гиперплазия. А через какой-то промежуток времени эта гиперплазия переходит в другое состояние. То есть ткани уплотняются, начинается поддавливание уретры, ну вот, появляется остаточная моча, остаточная моча опять затекает в почке, ну и, естественно, почка инфицируется, потому что остаточная моча – это своеобразный бульон, опять же, для вирусов, которые всегда там имеются. Ну и вот, и к чему это приводит? К тому, что еще больше напрягаются рефлексийные мышцы, напрягаются мышцы шеи, мышцы грудного, поясницы. И вот это все, как снежный ком, вызывает определенные продолжения патологий. Ну и что здесь? Нужно разорвать это кольцо. А каким образом? Работа с почкой. Друзья, а сейчас мы с вами перейдем к блоку «Ответы на вопросы». И просьба, оставляйте ваши вопросы, комментарии к этому видео. В 14 лет упала с велосипеда. Был сильный удар по почке. Услышала об ампутации почки, если не распрямлюсь за 2 дня. Выпрямилась на осмотре и почку сохранили. Сейчас 7 лет мочусь с климаксом. Головокружение. Шейный остеохондроз. Делаю продавливание мышц диафрагмы. Разминаю грудные мышцы и мышцы шеи. Что я еще могу сделать? И можно ли при миоме матки разминать мышцы таза? Да, конечно, даже нужно. Вообще, мы так интересно устроены, что отток ликвора из головы осуществляется как бы в малый таз. То есть по передуральным пространствам ликвор, который формируется желудочками нашего мозга, он стекает по передуральным пространствам и всасывается в сосуды малого таза. Так вот, представьте, если в малом тазу повышенное давление в сосудах, в венозном русле, то всасывание происходит, ну, скажем так, с большим напряжением, и тогда идет сдавление мозга. И как один из вариантов, это развитие энцефалопатии. У женщин это как раз вот климактерический период. Вот у детей тоже такая же ситуация может появляться в результате того, что у ребенка застой в малом тазу формируется. Причины здесь разные. Ну, по крайней мере, как один из вариантов, это работа с органами малого таза. Ну, и, естественно, нужно обратить внимание, что нет ли там проблемы, связанной с аортой, с подвздошными артериями. Если проблема подвздошных артерий, то здесь, конечно, было бы лучше обратиться к специалисту, который помог бы снять напряжение, сделать их более эластичными за счет манипуляций на животе. Ну, а дальше идет работа. Работа, опять же, связана на восстановлении микроциркуляции в органах малого таза. Естественно, тогда вот этот климактерический период проходит значительно легче, с меньшим напряжением. А то бывает так, что вообще проблемы уходят после двух-трех манипуляций на органах малого таза на животе. Ну, и если вернуться к прошлому материалу, который был, который обсуждался, то есть одна такая интересная заметка в газетке. Так, ну, я ее вырезал для себя, оставил. Будучи, скажем, в Центральной России, в одном из городов, я в местной газетке прочитал о том, что одна женщина, скажем, ушла от онкологии, начав пить соду. Ну, вот. И как-то приехала женщина, у которой была проблема с маткой, то есть у нее была большая миома на 15 недель. Я ей предложил провести эксперимент. Так как я ей показал ее кровь, которая достаточно густая, и предложил, давай-ка попей соды, а давай-ка мы сейчас с тобой поголодаем на соде. Ну, вот. И предложил ей поголодать, и в течение 10 дней, 6 чайных ложек в день она принимала соды. Ну, вот. И, естественно, голод. И причем, конечно, самый такой неприятный день был второй день. А после второго дня восстановилось такое интересное равновесие, и она, в общем-то, продолжала работать. Причем голод на соде, он, скажем так, не вызывает слабости, не вызывает никаких там... Обычно, когда люди голодают, все-таки идет запах изо рта. А здесь запаха нет, кровь идеальная, мы контролировали ее кровь. И получается, что? Что организм за счет того, что электролитные свойства крови значительно улучшились, заряды эритроцитов восстановились за счет приема такого вот большого количества соды, да на голоде. То есть идеальная кровь. И организм съел. И буквально съел эту миому. И если рассматривать вот этот процесс, то было нам очень интересно, что после того, как она вышла из этого голодания на содовой воде, то ее миому уменьшилась где-то на 5 недель. То есть она подождала некоторое время, потом еще недельку поголодала, но уже, конечно, уменьшив количество потребления соды. Но, тем не менее, это восстановило, то есть практически полностью она исчезла. И здесь, конечно, во время такого голода полезно поддавливать, проводить манипуляции на органах малого таза, да и не только на органах малого таза. Естественно, поддавливать область, скажем так, подвздошных артерий, тот участок артерий, который обеспечивает кровью матку. Если этого не делать и просто голодать на содовой воде, то я думаю, что результаты такого не получишь, который хотелось бы. очевидно, застойное явление в малом тазу, оно коснулось и мочевого пузыря. И мочевой пузырь, в свою очередь, как ответная реакция, дал реакцию на почки. Естественно, поддавливание миомой мочевого пузыря, нарушение оттока мочи, это привело к тому, что почки функции их тоже снизилось, и, как естественно, возникло напряжение на шейном отделе, произошло сдавление нервных волокон, и за счет чего нарушается кровообращение головы, и вот тогда появляются головные боли, тогда возникает нарушение кровообращения глаза, уха, щитовидной железы, ну, естественно, зубы начинают страдать, обоняние. Так что, здесь вот, конечно, самостоятельно можно, наверное, это решить, если вы хотя бы просмотрите предыдущие материалы, связанные непосредственно с манипуляциями на органах малого таза, на органах на животе, но будьте внимательны, потому что при ишемии аорты форсирование или, скажем так, крайности недопустимы. Сильное надавливание, смещение, сдавление, а тем более работать с животом с какими-то предметами, используя подручные предметы нежелательно. Поэтому, конечно, не должно быть фанатизма. И лучше бы, конечно, чтобы всем этим руководил практик, который знает висцеральные манипуляции. Как себе помочь, чтобы уменьшить кисту на почке? А вот часто кистоиды формируются как бы герпесом. И вот первый такой тест нужно поставить банку на область живота над почкой и со стороны спины. И где-то продержать ее в пределах 25-30 минут. Так вот, если там под банкой вылезет герпес, то это или балдыри, то чаще всего это относит к герпетическим поражением. И мы наблюдали такое явление после постановки банок. Часто жидкостные кисты они исчезали и уходили. То есть раздражение околоорганного пространства или зоны, которые имеют отношение к почкам, приводило к тому, что мобилизовалась функция, ну и организм сам справлялся с проблемой. А почему не попробовать? Так вот, герпес чаще всего возникает при дефиците цинка. Поэтому желательно бы в этом промежутке, чтобы в вашем рационе входили продукты, которые содержат цинк. Или же взять из спортивного питания. Для спортсменов используют различные препараты, которые содержат цинк. Но нужно учитывать тот фактор, что цинк должен быть в хилатной форме. То есть чаще, лучше всего, когда этот цинк получается из продуктов. Это может быть мидии. Причем у них достаточно большое количество по содержанию цинка, и здесь не надо какую-то определенную меру переедать. А почему? Дело в том, что избыток цинка может вызвать и послабление, и даже отравление. И поэтому мидии иногда, когда их переедают, травятся. Это связано как раз с избытком цинка. Ну, цинк в семечках тыквенных. Цинк можно найти и лук репчатый. Но лук лучше, конечно, чтобы он был приготовлен, притушен, приварен. Или луковое пюре, луковый суп. Вот в таком плане. Ну, и я думаю, даже вот я сейчас взял и листаю книжку. Мне понравилась книжка про микроэлементы. Автор Скальный. Вот такая вот книжка. Интересно. Здесь как раз описаны те продукты, в которых наибольшее количество меди, наибольшее количество цинка, селена, который так нужен нашему организму. Болит под правым ребром. Продавливая левую почку, именно туда боль отдает. Под правое ребро. Что это? Я бы мог предположить, что одновременно продавливая почку, вы задеваете и аорту. А от аорты идет кровообращение и печени. И если с печенью, ну, застойное явление, там, плохо кровоснабжаемое, то за счет такого поддавливания ответная реакция печени допускается. Но это лишний раз говорит о том, что нужно отработать и печенку, привести ее в порядок, ну, и быть повнимательнее, просмотреть, как эта аорта, не очень ли она напряжена, не спазмирована ли, не покрыта ли она холестерином. То есть, очень частое такое явление. Покажите, как прокачать почки. Ну, показать, наверное, вам нужно для этого все-таки просмотреть, просмотреть материалы, практики. но, опять же, желательно, чтобы с вами кто-то поработал. Кто-то поработал, кто занимается этими практиками. Давление должно быть не очень жесткое, умеренное, чтобы боль не была запредельной, то есть, определенный дискомфорт должен присутствовать при работе. Конечно, почка, когда функция ее нарушается, она становится болезненной. Ну, и вот, и здесь не должно быть фанатизм при работе. Еще раз напоминаю, лучше не до, не доработать, чем переработать. И поэтому, желательно бы, чтобы специалист проводил эти мероприятия, потому что по видео, к сожалению, силу давления не подскажешь, поворот, направление, с которым ты работаешь, с почкой, ну, вот. Ну, и внешние признаки, он должен знать внешние признаки, реакция, реакция языка, реакция глаз, реакция вообще нашего тела. Ну, вот. И обязательно, конечно, в таких ситуациях нужно обращать внимание на мышцу или апсоус, на которой лежит почка. Всему этому мы обучаем у себя в центре на семинарах, ну, вот. И уже обученные специалисты способны решить подобную задачу. Могут ли заработать почки, если человек на диализе? Вы знаете, конечно, просто нашими одними манипуляциями здесь справиться, можно облегчить состояние, будем говорить про облегчение, но решить задачу, наверное, одним манипуляциям не сможем. И, кстати, между делом, может быть, я прорекламирую еще одного человека, вы наберите в интернете купеев.ру. Это человек, который берет с диализа пациентов и восстанавливает их. Попробуйте с ним стыковаться, связаться. Конечно, для висцеральных практик такие пациенты, они не совсем как бы приятные, но чтобы решить задачу такого больного или нашего пациента, все-таки здесь приходится прикладывать массу знаний и особенность это работы с почками, что, естественно, в начальном этапе манипуляции не всякий может исполнить. Ну, и, естественно, нужно использовать фитотерапию и герудотерапию и апитерапию. То есть, здесь надо, скажем, владеть несколькими темами, которые позволяют в какой-то степени в плюс сдвинуть состояние почки. Какое питание вы применяете, а может, и убираете что-то из рациона при снижениях функции почек? Конечно, на первых этапах даже ограничиваем потребление мясных блюд, потому что в результате потребления большого количества мяса образуется мочевина, молочная кислота, закисляющая. естественно, организм очень тяжело реагирует на все это. Кроме всего прочего, нужно понимать, что почки не любят холода и исключить из рациона все, что охлаждает. Ни в коем случае холодное молоко, ни в коем случае холодное пиво, ни в коем случае холодный квас, холодное шампанское. Это все то, что ранит почки, травмирует их. И почки не любят холодной воды, ну и в принципе-то даже холодной пищи. Вот таким образом можно сказать. Ну и постарайтесь воду пить всегда подогретую. Ну и желательно вода должна быть щелочной. И кроме всего прочего, конечно, и многие авторы сейчас пишут про АВП, ОВП отрицательное. Ну, что делать? ОВП тоже нужно учитывать. Какое ваше мнение по поводу пересадки почки? Уже пересадили, а как подольше сохранить почку? Вы знаете, конечно, это вынужденная ситуация. коль она так сложилась, то опять же, мягко поддавливая, конечно, это уже не первые неделю, когда пересажена почка, а где-то, может быть, через полгодика потихонечку начинаете поддавливать почечку. Были у нас такие пациенты. Ну вот, почка, улучшается микроциркуляция, кровообращение, и здесь нужно понимать, что со временем год, полтора, скажем так, клетки почки, они начинают заменяться, заменяться своими собственными. Ведь у нас, мы с вами знаем, что если взять печень нашу и удалить даже треть этой печени, то часто печень восстанавливается, через 2-3 месяца печень восстанавливается. И вот такое же свойство и у наших почек, то есть нужно потихонечку помочь, чтобы чужая ткань заменилась своей. Ну и использование, конечно, здесь нужно советоваться обязательно следующим врачом. Другой вариант, если врач не знает этих висцеральных практик, конечно, он подсказать не может, но нужно искать доктора, который немножко знаком с этим. Подписывайтесь и ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. В следующем видео мы уделим больше внимания это кровообращение и артериальная гипертензия и гипотензия. Как бороться с повышенным и как бороться с пониженным давлением. Я думаю, что тема достаточно интересная для всех. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова